Нужен ли наставник человеку, работающему по найму? Если да, говорят, что учитель приходит, когда ученик созрел. Несколько лет назад я встретил человека, который меня вытащил из ужасной депрессии. Я в тот момент потерялась в жизни и не знал, куда двигаться, что делать, чем заниматься. Он мне реально помог, рисуя со мной сценарий и прочее, и я ему очень благодарен. Вот как так, сам никто, а взялся учить других. Человек, который готовил чемпионы по плаванию в СССР, и эти чемпионы занимали номер один, этот тренер сам не умел плавать. Вы что, не знали об этом? Многие врачи, которые лечат от рака, от других заболеваний, они же сами не должны заболеть раком, чтобы лечить другого. Следующий вопрос, господин Довлятов, есть ли такие вещи в вашей работе именно как наставника, которые вы хотели бы изменить? Что у вас пока не получается? Вау, вы такие откровенные вопросы задаете, чтобы затрагивать меня за сердце. Что вы делите для этого? Трестное, сколько вопросов. Хотел открыть свою аптеку? Ему придется потом это делать. Прицел лишь, чтобы помогать больше, конечно, людям. Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо, что смотрите рубрика «Вопросы до Блату». задаете актуальные вопросы. Ставьте лайк под нашим рубриком. Рекомендуйте своим знакомым, друзьям нашу рубрику. Пожалуйста, тем людям, кто нуждается на этой ответе, кому это помогает, станьте причиной успеха других людей. Открывайте под рубрикой, нажимайте кнопкой «Еще». Вы еще увидите там ссылка на наших тренингах. Вы видите график тренингов, видите там, где можно купить книги и так далее. Потому что часто задают вопросы в комментариях о том, где купить книги и так далее. Дорогие мои, есть книги электронные, есть книги бумажные. Найдите, прочитайте. Да поможет вам Всевышний. Я надеюсь, что они принесут вам пользу. Хочу ответить на несколько вопросов, которые ко мне попали. Вот, вопрос. Нужен ли наставник человеку, работающему по найму? Если да, то чем он поможет? Сотрудник, как правило, ограничен хотелками собственников и начальников. И возможность развиваться из-за этого несколько лимитирований. Но желание и потенциаль есть. Спрашиваю, а сама думаю, что скорее всего такой сотрудник после общения с наставником в один прекрасный день объявит о стартап. Знаете, наставник могут быть и по делам, и по бизнесу, и по жизни могут быть. Почему нельзя человека, который работает на зарплату по найму, не надо именно этот наставника. Нет, надо именно наставника. Наставник может помочь вам по жизни найти себя, даже если вы не пойдете в бизнес, даже если вы не выбираете пути в бизнес. Все равно наставник направляет вас, чтобы вы могли в жизни быть реализованным человеком. Некоторые люди в найме себя реализуют, понимаете? Поэтому не обязательно, чтобы все занимались бизнесом, но обязательно, чтобы человек был реализованным. поэтому это очень здорово если человек который даже по найму работает могут найти себе наставника это позволит ему реализоваться это позволит ему быть реализованными так что это очень важно и очень нужно даже очень хорошо даже поэтому пожалуйста найдите себе наставника наставник который помогает вам составить стратегия жизни наставник который помогает вам ваши мечты добиться Человек, который по найме живет, что у него нет мечты, что ли? У него тоже есть мечты. Постоянно люди сталкиваются с многими вопросами, которые им надо ответить в жизни. И поэтому иногда они эти вопросы потом спрашивают, ответ у тех людей, которые некомпетентны в таких вещах. И, соответственно, какие ответы они получают? Отрицательные. Люди отвечают вам или дают вам те советы, которые они компетентны, которые они понимают. Поэтому обязательно ищите себе наставника, независимо от того, вы по найму работаете или у вас есть собственный бизнес. Опять про наставничество. Говорят, что учитель приходит, когда ученик созрел. То есть ученик готов. То есть в жизни появляется человек, у которого ты учишься. Благодаря ему развиваешься. А потом спустя лет 15 наступает момент, когда ты понимаешь, что переросла этого человека. Он тебе не так уже интересен. А ведь 15 лет интереснейшего, интереснейшего в имени позади крепкой настоящей дружбы. Не бросишь и тащить за собой нет смысла. Или есть. Что делать? То есть, я если правильно понял, смысл в том, что прошло спустя 15 лет, после вашего знакомства с наставником, как вы 15 лет восхищались его, учились у него, а потом пройдет определенное время, когда вы чувствуете, что вы переросли своего наставника. И что делать дальше? Продолжать с ним общаться, уважать его или нет? Или оставить его и уйти дальше? Дорогие мои, любой наставник – это человек. Если ваш темп развития намного быстрее и вы могли перерастить своего наставника, вы должны понимать, что ваш наставник выполнил свою задачу, потому что самый сильный наставник тот, который ученики перезайдете его. Это самый сильный наставник. Но наставник не должен останавливаться в своем развитии. Наставник должен продолжать. Но мудрый наставник направляет своего ученика дальше. Например, как 10-15 лет вы с ним работаете вместе или, не знаю, какое-то время, пусть будет 3-5 лет и так далее. А потом этот мудрый наставник направляет вас. Потом говорит, теперь иди учись у того человека, у того, кто дополняет меня, у того, кто еще дальше ведет тебя. Поэтому у каждого наставника с чего-то своя сильная страна, но можно продолжать дальше учиться у других. Дальше учиться у других и так далее. Но было бы здорово, если вы на одном направлении двигались, чтобы дальше направлял вас ваш наставник. Это очень хорошо помогает. Почему? Потому что я заметил, что часто продолжение, то есть следующий путь, когда ученик сам выбирает, ему все блестяще выглядит, что все умно, все классно, все здорово. И это хочу, и это хочу, и в этой сфере хочу быть умным, и в той сфере хочу быть умным, и везде хочу быть выдающимся умным человеком. И в связи с тем, что очень человеку охота везде быть умным, человек иногда берется за разных направлений, и иногда потом получается, что твои наставники, слова, которые следующий наставник тебе говорит, частично протворечат то, что тебе сказал предыдущий наставник. и тогда тебе в голове запутаешься это приведет кипольный расколь и полный разногласие и непонимание потом ученики обычно и не делать то что сказал первый наставник бросает все это что сказал второй наставник тоже не делает то есть получается что не туда не судей уловили да о чем идет речь потом итоги получается не туда не судей поэтому я рекомендую вам обязательном порядке лучше спросить у своего наставника чтобы он сам направлял вас потому что он знает кто мог бы вам еще дальше вести это было бы здорово следующий вопрос несколько лет назад я встретила человека который меня вытащили из ужасной депрессии я в тот момент патриал ос в жизни и не знала куда двигаться что делать чем заниматься он реально помог рисуя со мной сценарий и прочее и я ему очень благодарна но я вдруг узнала что он сам без сребрянник живет с семьей в грошечной двушке то есть не так богат бизнес не очень отношения в семье не очень здоровье не очень хотя сам выглядит в пальне презентабельно высокие с трубкой с портфелем такой уверенный он настолько я знаю консультирован многих артистов не слишком успешных но довольно известных вот так вот как так сам никто а взялся учить других и неплохо получается учить я многие везла на заметку исследую его советом и это работает но сам то почему он ничего не добился а ведь знает как он типа наставник но разве наставник не должен абсолютно успешным очень хорошо сказали а вы знаете что я имея забыл человек который готовил чемпионы по плаванию ссср и эти чемпионы занимали номер один этот тренер сам не умеет плавать вы чего не знали об этом многие врачи которые лечат от рака и другие заболевания они же сами не должны заболеть раком чтобы лечить другого понимаете нет необходимость врачам чтобы самому заболеть чтобы самому лично это понимать как это геморрой можно скомучу человека что потом лечить этого другого на самом деле нет нет необходимости врача заболеть сахарным диабетом или чего-то но у врача опыт больше чем у больного в каком плане почему у него опыт больше потому что он видел у этого больного этого больного этого больного этого больного и у него складывается большая линейка опытов и он знает начало симптомы проявление симптомы следующие стадо как симптомы себе ведут и так далее из реально помогает человеку выздороветь вот таких учителей которые вы сейчас описывали они являются такими людьми то есть получается что у них есть больше опыта от работы с другими людьми они накопили опыт работы с другими людьми и реально их опыт помогает реально их знание помогает но порою но порою у них самих нету возможности это знание использовать 2007 годах когда попал в долгах получилось так что я привел одного американца и он продвигал инвестиционные программы и так далее и люди вложили в его деньги а потом когда он банкротства все пришли ко мне чтобы вернуть деньги когда я принял решение что я верну людям деньги я принял решение не потому что я был в долгах людям а потому что эти люди в голове ассоциировали меня с ним а я другой человек я хотел доказать что я не такой это мне было больно и моей честности моя совесть дороже чем любые денег понимаете и теперь внимание брать и тот момент когда я начали это делать я помню человек пришел который мне сказал да твои знали тебе самому не помогает да ты сам бедный ты сам в долгах как ты можешь других учить я помню такой человек пришел были так сказал но это не означает что я не имею права обучать если я попал в долгах за какие-то свои ошибки потому что я постепенно постепенно практикуя я же вылезал я же использую свои знания же потом постепенно вылезли же поэтому тот учитель который вы говорите возможно со временем когда наступит у него момент что он может свои знания практиковать использовать он тоже изменится но только иногда во времени нужно я помню это парень мне сказал твои знания тебе самому не помогает внимание обратите но на тот момент я у меня не было бизнеса на тот момент я продал бизнесы которые у меня были и активы которые были и на его глазах я выглядел полный неудачник но это не означает что я являюсь неудачником но на его глазах я оказался таким на тот момент поэтому может быть тот время которое вы видите на этого паре на который вы говорите сумками ходить и так далее может быть вы видите именно то кусок его жизни посмотреть на его жизнь прошлом посмотреть его жизнь будущем вот тогда у вас изменится ваше мнение тогда кардинально изменится ваше мнение потому что я сам прошел через этого у меня был человек который мне так сказал и видите через некоторое время я до сих пор я стал снова мультимиллионером и теперь это парень у меня сейчас работает это парень действительно у меня сейчас работает понимаете и это парень со мной работать дальний момент поэтому выделили такой вывод потому что вы взяли такой-то кусок жизнь человека посмотрите если посмотрите день недели воскресенье один день выходной нельзя смотреть только на выходной и читать что все дни недели плохие или посмотреть на какой-то дождливый день и сказать все дни жизни плохие понимаете просто дело в том что у учеников есть одно очень большая большая ошибка а знаете это какая они больше акцент делать на минусы наставники чем на его плюсах это наверное природа всех людей такой но у учеников это особенный подход тысячи добро который наставник делать они забывают если какой-то маленький недостаток они заметят они тут же начать думать об этом недостатке говорит об этом недостатке и сами горами об этом другим рассказывать об этом недостатке поэтому а я рекомендую вам посмотрите шире просто посмотрите шире подождите я уверен что это человек который вы сказали что знать эти вещи и его знания помогли другим наступит день когда он станет очень успешным буду видите потому что надо смотреть на человека хотите знать будущее человека посмотреть на трех вещей у кого он учится кто его наставник или если у него сейчас нету наставника кого он для себя примере берет чистоте с чей мудрости честь слова чей истории он рассказывает второе какие книги он читает третий кто его окружает с кем он общается с кем он дружит если вы сказали что это парень общаться с известными пока более не очень яркими даже личности но значит с талантливыми людьми он общается если это парень взялся за себя себя хорошо ведет себя и постепенно у него остальное появится потому что все в нашей жизни появляется дважды сначала в голове а потом в реальности следующий вопрос господин давлятов если такие вещи ваши работы именно как наставника которые вы хотели бы изменить что у вас пока не получается вау вы такие откровенные вопросы сдаете чтобы затрагивать меня за сердцу что выделите для этого я скажу вам такое знаете это очень хороший вопрос я хочу еще улучшить себя есть моем работе как ты вещи которые должен измениться я хочу чтобы еще по-подробному расписать когда бери ученика расписать весь его путь который работа со мной чтобы он какие-то свои фантазии не подключил процесс мою работу чтобы не получилось так чтобы потом он не разочаровался потом еще что я хотел бы делать я еще увеличивал бы пути измерения измерения то есть наша результативность наша работа я добавил бы несколько статистики и так далее чтобы мой ученик понимал бы что где его работа дает результат где не по не дает результат следующего что я улучшил бы я улучшил бы все механизмы чтобы я мог не два не три не пять человек обучать чтобы я мог миллионных людей а вот об этом я постоянно думаю потому что вы знаете как много люди нуждаются моим знанием много люди нуждаются поддержки ай у меня время не хватает физически понимаете это так важно я ищу способ как это делать я ищу способ как сделать так чтобы больше количество людям обучать но правда для меня конечно есть несколько примеров этот пример будда буду обучать несколько человек и хорошо обучал а те обученики обучили других и дальше продолжалось иисус обучал 12 человек 12 апостолов и весь видите весь мир столько христиане мухаммед салала вассалам пророк обучал 41 сахабе и это 41 сахабе распространяли ислам есть конечно для меня такой пример будда тоже обучал 12 учеников и это все помогло им распространять это а а вот конфуция обучал тоже где-то 18 20 сильных учеников думаю это возможно это один из пути но я еще другие вещи учу потому что по мере время люди меняются ученики тоже могут чего-то изменить своего добавить добавить и так далее и это могут притираться исчезнет первоначальный источник когда вы почитаете копия 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 соответственно много чего изменится и поэтому я хочу разработать систему которая мог бы особенно по всему миру донести суд наставничество понимаете истинное наставничество она была древнем востоке она была древним японии древние китае древние индии древние востоке средняя за очень очень сильно была развита бухараса марканда и меня очень сильно была развита наставничество сейчас в западе этого вообще нет востоке тоже очень мало потому что именно западная культура удалось через через фильме через школе через чего-то они им удалось потихонечку стирать это наставничество она пришлось как виде коуча не пришлось на виде как тренера как видели виде как учитела но наставник это объединять в себе все и тренера и коуча и все все то что вы видите вокруг это все выходит в наставничество потому что наставник заставлять тебе думать самому понимаете наставник заставлять тебе делать те вещи которые ты сожалели бы не делал бы заставник наставник заставлять тебя делать те вещи которые боялся бы понимаете он заставлять тебе видите за рамка зона комфорта он делит тебе тысячи раз сильнее чем ты сейчас это здорово а тренер это одну из ветка наставничество так похоже как рука понимаете вот она как рука я считаю что вот это кулак это наставник а вот это например тренер ства это например коуч а это например скажем психолог психотерапевт или психолог и который консультирует ищет твои прошлые говорят и так далее это психогнитика я бы сказал бы и так далее а вот а это бы я бы сказал бы например консультант получается что все это если объединить и получится один настоящий наставник сильный который реально чего-то осознает чего-то понимает поэтому наставник очень многосторонний человек он развитие человек и соответственно в себе что еще хотел бы изменить я должен больше работать с людьми я хочу еще улучшить структура своих бизнесов чтобы освободить себе больше время чтобы еще больше мог бы уделять время своим ученикам потому что у меня бизнес растут один из моей цели стать миллиардером поэтому мне надо увеличивать свои бизнесы масштабировать их это займет время за счет того что мало уделяю время своим бизнесом они медленно растут поверьте если я потратил бы хотя бы пять лет свое время своим бизнесом я давно стали миллиардером у меня очень достаточно много структуры системе знаний которые мои ученики обгоняли меня понимаете мои ученики зарабатывать больше чем я несколько из них до больше чем я зарабатывать почему потому что они только вкладывать усилия и они практикуют всю мою систему и много моей совете у них больше результате больше успеха если сейчас 5 лет или семь лет только своим бизнесом занимался бы я конечно очень многого добился бы но я сейчас от того что параллельно эти вещи делаю соответственно где-то не хватает мое внимание моим бизнесом они медленно растут есть такое и возможно я в дальнейшем корректировали бы свой путь свое направление чтобы половина туда половина суда я сейчас одну третью часть бизнес трачу даже меньше скажем 10 процента трачу время на бизнес 90 процент на обучение народа трачу на учеников трачу и так далее но за счет этого иногда меня отвлекает мысли иногда бизнес медленно растут иногда где-то потеряю иногда где-то ошибаюсь иногда 3 немного денег в некоторых своих бизнесах поэтому потому что него время время не уделяю поэтому а теперь я хочу создать несколько холдингов которые будут управлять мои бизнесе и разработать системе вот да это хочу потратить больше времени вот чего хочу изменить больше количество людям